В социальных сетях В 2015-м Яруслан совершил последний. В Ниегате моряки устроили забастовку. Судовладелец не выплачивал заработную плату с 2014 года. Японские власти теплоход арестовали. Руководитель компании «Клан Сершиппинг» пообещал оплатить долги по возвращении в Россию, выручив деньги с продажи очередной партии японских автомобилей, но и на родной земле свои обязательства не выполнил. Транспортная прокуратура установила, что судовладелец задолжал своим морякам более 4 миллионов рублей. Само же судно арестовали в сентябре и поставили на рейд, что называется, до выяснения обстоятельств. В сентябре 2016-го на судовладельца завели уголовное дело, а сам корабль все это время так и стоял на рейде. Сегодня на судне никто не проживает. Однако вокруг всегда людно. Заброшенный корабль облюбовали мародеры, которые уже стащили судовое оборудование, разворовали спасательные плоты, посрезали кабели. Утащить умудрились даже самое тяжелое и ценное – якорь. Шокирующие видеоролики каждый день появляются в интернете. Да, вот так вот и пропадает, короче, российское судопадство. Местные рыбаки то и дело наблюдают за постоянными рейсами, которые в последнее время участились. Там одни воры, что вы же видите. А вообще не знаете, отсюда заезжают или нет? Нет, оттуда гоняют какие-то машины. То есть со второй речки где-то там ездят. Вородеры, может быть, они везде ездят, поставь, что угодно. Все подводные лодки угоняли в Китай, так все-все, вот про это говорили. Тот факт, что судно, которое стоит миллионы, бросили просто так, какие мы богатые, какие безответственные. Истерия вокруг Яруслана во Владивостоке царит уже неделю. СМИ популярность заброшенного корабля поддерживают красочными фотографиями, за которыми корреспонденты отправились, к слову, на свой страх и риск. В итоге лично увидеть почти музейные экспонаты кораблю ринулись толпами. Некоторые, к сожалению, чтобы прихватить их на память с собой. Расстояние, на котором судно стоит от берега, это примерно 3 километра. И в солнечную погоду, если присмотреться и даже прислушаться, видно и слышно, что лед начинает крошиться под ногами уже здесь, у самого берега. А в солнечную погоду трагедию уж точно не избежать. В целом, так и получилось. Буквально накануне выхода этого сюжета в СМИ появилась печальная новость. Мужчина, который вечером отправился на корабль Яруслан, погиб, провалившись в собственном автомобиле под лед. Его попутчик успел выбраться из тонущей машины, а вот тело водителя доставали уже водолазы. Помощь спасателю понадобилась и любопытному подростку, который решил пешком сходить на экскурсию на корабль. Мальчик хотел сделать несколько фотографий для социальных сетей, а в итоге на внезапно оторвавшейся льдине чуть было не отправился в открытое море. Школьника совершенно случайно заметила команда другого Владивостокского судна «Нептуния». После 19 часов вечера, как говорил капитан ранее, увидели человека, услышали голос молодого человека. Ледовым прожектором насветили, то есть он нам обозначал с помощью телефона, чтобы мы его заметили. Значит, подошли как можно ближе, чтобы не дать трещину и не сделать хуже, чтобы человек остался на льдине. Экипаж передал перепуганного парня в руки спасателей, а уже те вернули пропавшего сына родителям, напомнив о том, что выходить на лед сейчас вообще опасно для жизни. С приходом теплых дней обстановка на акватории весьма нестабильная. Если вы обратили внимание, то ледовое поле не существует целого, как было в те зимы. Хотя, казалось бы, вроде нам рано пришла зима, стояли устойчивые и стоят устойчивые морозы. Но, тем не менее, ледовое поле полностью содержится в ледовых полях, оно не является единым целым. Поэтому при ветровых нагрузках тут же может в любой момент вынести в открытое море. Огонь в глазах мародеров перекинулся и на сам корабль. 31 января судно загорелось, передавая пламенный привет всем тем, кто не успел вынести оттуда ценные вещи. Зато пожарное счастье мародерам избавил медные провода от изоляции, а после судно и вовсе пошло ко дну. Правда, даже эти новости самых самоотверженных мародеров не испугали, будто бы даже подогрели интерес. Общественность уже загадывает, что произойдет раньше, корабль потопят или разберут на части. А вот экологов гораздо больше беспокоит другой вопрос. На судне осталось полторы тонны дизельного топлива. И на Щедрова Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.